Когда Станислав Черчесов запустил тренерскую карьеру в Австрии, его называли человеком, который никого не слушает. За это время Стас успел поменяться. Он остался таким же суровым в раздевалке и в душевой. Но использовал больше схем, чем любой другой российский тренер. Самую оригинальную схему Черчесов использовал в «Спартаке». Она выделялась не только в России. Такой смелый подход не характерен даже для Европы. Если мы хотим обозначить расстановку цифрами, то ее можно назвать 4-1-3-2. С парой нападающих в ней все более-менее понятно. Там играли Роман Павлюченко и Велитон. Революция происходила в центре поля. Во-первых, за баланс в схеме отвечал только один опорник. Как правило, им был Моцарт. Во-вторых, позиции центральных полузащитников занимали номинальные вингеры. Левее бегал Дмитрий Торбинский, правее Владимир Быстров. В-третьих, Черчесов уместил на поле даже классическую десятку. До конфликта со Стасом эту роль исполнял Егор Титов. На континенте, в смысле в Западной Европе, в Нижнем Англии, «Спартак» Черчесова называли бы «broken team». Так характеризует команду, которая четко поделена на атакующих и оборонительных игроков. Это предопределило контраст в результатах. Дома «Спартак» по традиции владел мячом. Это позволяло использовать особенности схемы. На выезде «Спартак» больше защищался. Из-за отсутствия оборонительных игроков это приводило к важным потерям очков. После скандального увольнения истерика Черчесов познакомил персональных болельщиков с новой схемой 4-2-3-1. Стас применял ее и в «Амкаре», и в московском «Динамо». В «Перми» новшество Стаса вновь отразилось на «Вингерах». Они исполняли совершенно разные роли в команде. Игравший слева Александр Коломейцев не был привязан к флангу и смещался в опорную зону соперника. Игравший справа Георгий Пеев наоборот подрабатывал под удобную ногу и огибал край. Ставка на «Болгарина» прослеживалась во всем. Стилистический «Амкар» был командой, которая напрямую отталкивалась от подачи Пеева в штрафную. «Пермики» навешивали в среднем 24 раза за игру. При Черчесове это был самый высокий показатель в РПЛ. Минусом такой тактики стала чрезмерная зависимость от Пеева. В том сезоне «Амкар» забил 34 раза без учета автоголов. Пеев поучаствовал в 17 из них. Коломейцев был ярок, но не так эффективен. Разнообразить игру у Черчесова не получилось. В «Динамо» Стас использовал другую формулу. На флангах у него играли Балаш Джуджак и Алексей Ионов. Но Черчесов прежде всего опирался на игравшего десятку Матьёва-Льбоэна. Француз шикарно находил нападающих. В некоторых матчах им был Кевин Курани, а в некоторых Александр Кокорин. При помощи Вальбуэна «Динамо» избежало предсказуемости «Амкара». По итогам сезона 14-15 команда Черчесова вошла в тройку лучших по голам со стандартов и контратак. За счет этого «Динамо» могло и вскрыть игру, и окончательно решить исход на последних минутах. Еще одной фишкой того «Динамо» был прессинг. У команды Черчесова он был самым интенсивным в РПЛ. Перед отбором «Динамо» позволяло сопернику сделать лишь чуть больше шести передач. Сработал авторитет Стаса. Он заставил звезд пахать. Те ответили четвертым местом в чемпионате и выходом в 1-8 финала Лиги Европы. После ухода из «Динамо» Стас переехал в Польшу. Там он оформил золотой дубль. Его «Легия» выиграла и чемпионат, и кубок. Здесь уже не было изощренной тактики, но это не значит, что в тактике Черчесова не было ничего нового. На старте сезона «Легия» играла по любимой для Стаса 4-2-3-1. После мини-кризиса Черчесов впервые в карьере перестроился на 4-4-2. «Легия» использовала комбинацию мощных страйкеров. Александру Приевичу помогал ни Мани Николич. Футбол «Легии» строился крайне просто. Команда почти не использовала середину поля. Через центр прошло 20% атак команды в Лиге Европы. Зато взаимопонимание нападающих помогало быстро доставить мяч вперед. В среднем за игру «Легия» делала 75 дальних передач. Период работы Черчесова в сборной легко поделить на два этапа. До чемпионата мира и после. Перед мундиалем Стас два года отрабатывал схему с тремя защитниками. Ключевое место в ней занимал Денис Глушаков. Капитан Спартака действовал ниже обычного и закрывал опорную зону. Это приводило к очевидным плюсам и минусам. Плюс Денис даже из опорной зоны подключался в чужую штрафную. Это было неожиданностью для соперника и секретным оружием для России. На Кубке Конфедерации рывок Дениса трансформировался в победный гол в ворота Новой Зеландии. Минус для сборной напрямую вытекал из плюса. У Дениса не было нужных качеств, чтобы защищать опорную зону России. В Спартаке он привык играть в роли восьмого номера. Из-за этого соперники регулярно проходили полузащиту Черчесова и создавали убойные моменты. В теории исправить проблемы России мог Игорь Денисов. Лидер локомотива специализировался как раз на опорной зоне. Стас предпочел другой вариант. Вместо того, чтобы уладить конфликт с Денисовым, Черчесов закрыл опорную зону за счет командной игры. Несмотря на дефицит практики, Стас прямо на чемпионате мира внедрил схему 4-4-2. Четверка полузащитников располагалась максимально компактно, а дать пас между линиями было практически нереально. Вдобавок огромную работу без мяча выполняли Артем Дзюба и Александр Головин. Они располагались на одной линии, но по ходу игры опускались для помощи полузащите. Из-за этого схему России можно было назвать 4-4-2-0. Благодаря выносливости, компактности и индивидуальным качествам лидеров Россия провела шикарный турник. Уникальность этой команды подчеркивает один статистический факт. Сборная Черчесова владела мячом всего 40% времени, но при этом пропустила только один мяч с игры. Стас снова показал себя неуступчивым, но одновременно очень гибким тренером.